Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковочка, товаров не очень много, буквально раз, два, три, семь посылочек с сайта Алиэкспресс. Мы сейчас быстренько все их откроем, посмотрим, что приехало. Хорошее, плохое, все узнаем. И здесь у нас встречают сразу два фонарика. Да, такие фонарики у меня уже были. Я ими пользуюсь, ну, приблизительно, наверное, около полугода, может, ну, плюс-минус какой месяц. Суть такова, работают от трех мизинчиковых батареек, идет в комплекте 3М-скотч, который можно приклеить на плитку или еще какую-то поверхность. Защелки магнитные, то есть не надо ничего прицеливаться, просто приложили, все, фонарик уже держится на них. Фонарик имеет два датчика. Один датчик освещенности и второй датчик движения. То есть в темной комнате он будет срабатывать у вас только при наличии движения. Если движения нет, он у вас работать не будет и потреблять батарейки также не будет. И, соответственно, за счет датчика освещенности он у вас работать днем не будет. Двигайтесь, танцуйте, пойте, пляшите. Бесполезно. Очень хорошая вещь, рекомендую к покупке. Мне кажется, ты пи***ишь. И в следующей посылочке у нас вот такой вот маркер для исправления царапин на авто. Я так понимаю, где-то нарисовали на царапине и должно что-то произойти. Не знаю, буду пробовать. Недавно у меня на трассе стрельнуло колесо. Все обошлось, все хорошо. Единственное, что когда менял запаску, не очень удобно было это. Сзади машины летали. И поэтому, когда оглядывался в сторону трассы, поцарапал домкратом внизу себе кузов. Ну, буду пробовать исправлять. Царапина достаточно глубокая, но в таком невидном месте. Поэтому можно будет попробовать эту фиговину. Поможет, не поможет. Самому интересно. И потом, если вдруг поможет, я покажу. А мы переходим к следующей посылочке. И у нас здесь пупырочка. Пупырочка. Ну, блин. Пупырочка. О, здесь у нас ручка. Нет, это не ручка. Это у нас магнитная указка. Ну, где-то полметра приблизительно. Да, может, ну, чуть больше. Даже сантиметров 60. Очень удобная штуковина для использования в гараже. Ну, в принципе, даже не только в гараже. Возможно, еще где-то найдете для нее применение. Завалилась у вас, допустим, головка. Куда-нибудь в поддон. Как ее доставать? Снимать поддон? Зачем? Взяли указку. Зацепили. Вытянули. И все. И никаких проблем. Держит очень-очень уверенно. Вот скальпель. Ну, и не отваливается. Да, он болтается на нем. Ну, потому что неравномерный. Все-таки не как гаечка или болт. Но все равно не сваливается. Хорошая штуковина. Я думаю, что пригодится мне и не один раз. Да ладно! А мы переходим к следующей посылочке. Опа-на! Вот это я чухнул ножом. Так чухнул. И здесь у нас находится черная маска от кручей. Вот она уже потекла. Пакетик разрезал. Короче, смысл такой. Как заявлял продавец, маску нанесли на нос. У меня есть видео это на канале. И снимайте ее, и у вас прыщи, короче, вообще эти черные точки отваливаются. По факту эта хрень не работает. Эту маску заказывал я очень давно. Наверное, ну, где-то месяцев, может, пять назад. Она мне не приехала. Я открыл спор. Потому что, ну, я не знаю почему. Других вариантов не вижу. Я такую больше не заказывал. Потом я заказывал еще эту маску. Мне приезжала, и я ее тестил. Ну, а за эту, я так понимаю, что это все-таки, наверное, та. Ну, пакетик вот открыл неаккуратно. Вот она течет. Ну. Это мусор, это не покупайте. Я даже ссылку не буду на нее оставлять. Потому что абсолютно ненужная вещь. Порезал, ну, и не жалко. Хрен с ним. Так. Здесь у нас в очередной посылочке вот такая подушенция. Нет, это не подушка все-таки. Это у нас поджопник. Да. Очень замечательная штука для тех, кто любит отдыхать на природе. Для тех, кто рыбачит. Ну, размер приблизительно 35 на 25. Материал такой, как то ли пулеретан, то ли пенопласт. Ну, какие-то края вот немножко загнуты приехали. Но это не критично. Вы же все равно будете на нем сидеть, а не показывать какие-то поделки. Разложили. Сели на него. Жопа в тепле. У меня кажется, жопа горит. Аккуратненько сложили, закинули в бардачок, в багажник, куда угодно. И поехали дальше по своим делам домой отдыхать. Запаха не имеет. Очень-очень легкая, компактная. Класс. Я доволен покупкой. Так. Очередную посылочку, предпоследнюю. Как-то быстро они так закончились. Уже открываю аккуратненько. Вон ту разрезал и все. Уже надо открывать более аккуратно. Так. А здесь у нас фокус. Обычная бумажка черкаш, как на спичечных коробках. Ну, давайте попробуем. Как было показано на картинках у продавца, просто черкайте друг от друга, и у вас должен идти дым или огонь. Ничего не происходит. Пальцы мажутся. Фу-фу-фу, грязь. Жесть. Ладно, какое-то говнецо. Давайте сейчас откроем следующую посылку. И если я что-то с этой фигней разберусь, покажу, я это вставлю в это видео. Если ничего не разберусь, то, ну, наверное, тогда не будем заострять на ней внимание. Хрень какая-то. Выкинул просто центов 20 или 30. Так. О, вот это годный товарчик. Этот товарчик я заказываю уже не первый раз. Кстати, актуально. Вот руки вымазал. А это у нас здесь мыло. Вот такая малюсенькая коробочка. Здесь лежат штук 20, по-моему, стикеров этих. Он очень тоненький. И на тонкой бумажной основе нанесены кусочки мыла. Ну, пропитаны или нанесены, точно не знаю. Руки вымазали. В машине обязательная штуковина. Очень нужная, очень полезная. Я уже, в принципе, пользуюсь тоже достаточно давно. Но, правда, заказываю только второй раз эту посылку, потому что, ну, не мой я каждый день в машине руки. Не вымазываю их постоянно. Но уже неоднократно пользовался. Намочили руки, положили кусочек мыльца. Он смыливается практически полностью. Остается буквально несколько таких бумажных катышков. Руки намылились. Смыли их водичкой. И все. И можете смело, чистыми руками, за чистый руль и вперед. Здесь каких-то будет, скорее всего, два разных запаха. Ну, по запахам ничего вам не скажу. В принципе, это мыло. Это не дезодорант, это не духи. Какая разница, как оно пахнет. Главное, чтобы руки мыло и выполняло свою задачу. Так, это были все товарчики на сегодня. Ссылки на них найдете в описании. Обязательно пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. Для экономии ваших денег. А с вами был Саша. Посылки из Китая. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok